Великий Пушкин говорил, что не нужно откладывать до ужина то, что можно съесть за обедом. И мы ему верим. В эфире кулинарное шоу «Магия кухни» и его ведущая Диана Снегина. Пришло время готовить и удивлять. А что можно вкусного приготовить на обед, нам расскажет шеф-повар ресторана «Селфи» Павел Михеев. Здравствуйте, Диана. Привет и снова рада тебя видеть. Я вас тоже. Павел Михеев – искусный повар-самоучка. В детстве часто наблюдал за мамой-кондитером, впитывая азы кулинарного мастерства. В 10 лет приготовил свою первую шарлотку, которая по вкусовым качествам превзошла все ожидания. Уверен, что творить на кухне необходимо в хорошем расположении духа и обязательно вкладывать частичку души. Сегодня у нас не просто обед, а званный обед. И поэтому я с удовольствием приглашаю нашу гостю, любимую скрипку страны – Жамилю Серкибаеву. Жамиля, дорогая, здравствуй. Здравствуйте, Диана. У нас ты еще не была. Здравствуйте, Диана. Очень рада тебя и счастлива видеть. Очень приятно. Готовить мы будем, как всегда, с друзьями, с генеральным партнером магии кухни, компанией «Евразин Фудс Корпорейшн» с брендами «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы». «Евразин Фудс Корпорейшн» традиции и качества 1962 года. Ну, Паш, рассказывайте, что сегодня мы будем готовить? Сегодня будем готовить запеченную форель с голландским соусом. Все предельно просто. Я так понимаю, что мы помогаем папе. Конечно, мы подручные работники. Основной ингредиент – это у нас форель. Форель местная, то есть с местных, так скажем, питомников рыбных. Специя для именно рыбы. Любая подойдет. Она так называется, рыбная специя. Яйца и куриные для соуса голландес, голландского соуса. Лимон также для соуса и для рыбы. И микс салат, перец и красный лук – это все для потом начинки нашей рыбы. Все. И все? Да. Валя. Безидно просто. Ну, тогда раздавай задание нам с Жемилей. Так, покажу образец. Нам нужно будет взять перца. Не знаю, Джамиля, наверное, вы это будете делать. Перчик порезать, да? Да. Каким образом? Нужно будет… Вот, Джамилюш, туда остановись. Да, нужно будет срезать филе. Так. А, филе. А потом его нарезать жульеном. То есть вот такой соломочкой. Вот так. Много не нужно, то есть вы возьмите красненький один. Возьмите один зеленый и один желтый. И вот от каждого… И вот от каждого филе отрезать. Маленький кусочек перца. Кто бы мог подумать, что оказывается у перца тоже есть филе. Это даже тоже есть филе. Да. Я тоже хотела сказать. Я, нам нужно будет порезать, ну, я не знаю, буквально три помидори. Диана, мы сегодня очень многое узнаем, я думаю. Ой, сейчас, Жемля, ты очень многое узнаешь, правда. Паша столько секретов раскроет, да, Паша? Раскроешь? Да, я же займусь рыбкой. Про рыбу расскажу. То есть рыба у нас потрошенная. Обязательно нужно вытащить жабры, вытащить глаза. Да, и еще, я ее надрезал по хребту, то есть вот так, с этой стороны и с этой стороны. И ножницами отстегнул хребет. А, запоминать. То есть она у нас сейчас с двух сторон, да, с двух сторон она у нас пустая. Так, мне понадобится растительное масло, Диана. Так, ну, конечно же, наше любимое масло. Жемля, мы поддерживаем все казахстанское. Да, мы поддерживаем все казахстанское, естественно, что у казахстанского производителя. Так что покупайте казахстанское. Да. Ну, теперь смотрите, что я буду делать. Я рыбу перчу. Немножко подсаливаю, немножко, потому что, ну, я соль не очень люблю, да и она не очень полезна. И обязательно... Кстати, ну и не вредна. Да, приправку для рыбы. Вот эту нашу приправку. Приправку, что там ходит еще раз, скажите? Там очень много, на самом деле, готовый сбор, да, продается в любом магазине. Ну что вы, вы же знаете, там какие травы. Морковь, базилик, орегано, тимьян, соль, перец красный. Я попробовала вкус немножечко кислит, значит, там лимон, наверное, еще есть. Да, кислит, лимонная цедра, да, лимонная цедра. Теперь поливаем ее маслом, немножко смазываем, чтобы она у нас поджарилась, так скажем, в духовочке. Пожалуйста, запоминайте, дорогие зрители, но даже если вы не запомните, зайдете на наш сайт вкуснота.кз и посмотрите все рецепты. А на сайте хабар.кз вы увидите уже, как мы это все делаем. Вернее, как делает это сейчас Павел, наш повар. Жемеля, ты знаешь, что у меня спросили, а любит Жемеля готовить? Я тебя столько лет знаю, но я не знаю, ты любишь готовить? Вообще, я хочу признаться, ну, везде в своих интервью я говорю о том, что я люблю готовить. Наверное, женщина должна любить готовить, потому что как, если у ней есть рядом близкие и родные люди, их нужно баловать своей жой и вкладывать свою любовь, свои знания, свое настроение в ту пищу, которую мы употребляем. Самое главное, чтобы она была положительной. Ну, отлично. С хорошим настроением, правильно? Да, обязательно. Я пойму вас, наверное, поддержать в этом плане. Потому что без настроения я вот даже на работе стараюсь не подходить к тебе. Оно и не получится, может быть, а если получится, то это не та энергетика. Я вам хочу сказать, что мы делаем дальше. Теперь, смотрите, рыбка у нас вот она уже в масле. Перчик готов. Отлично, супер. Теперь возьмем кольцо. То есть, если нет дома такого профессионального кулинарного кольца, выход простой. Банка железная. Обрезаем зухсарон, чтобы краски не было, обматываем фольгой, пищевой фольгой. Теперь я кольцо... Так, мы обмазали маслицем, мы посолили, поперчили. Посолили, поперчили приправкой, да? Теперь кольцо... Пока я резала перец, я много пропустила. Да, кольцо обмазываем сверху, чтобы у нас рыбка не прилипла. Вставляем кольцо в рыбку. Ух ты. Так, скажем... Так, у тебя есть такое кольцо дома, признайся, быстренько. Нет, надо срочно его искать. Ставим на противень, на пергамент. Мы у Паши возьмем, я знаю, у него, наверное, много таких кольцов. Теперь... А струна подойдет? Струна, да? Скрипичная. Если постараться, то очень даже может. Духовка разогретая на 180 градусов, рыба запекается 12 минут. Жмель, айди посмотри, какая красота. Все так просто? Так вот объясните, что это дает, это зачем? Я пропустила информацию. Дает форму, то есть когда мы достанем готовую рыбу, мы вытащим кольцо, а рыба останется в такой же форме. Мы возьмем микс салата, возьмем ваш перчик, возьмем помидорки черри, все это с маслом перемешаем, подсолим, подперчим и, так скажем, фаршируем нашу. Фуд дизайн, это называется... Да, это фуд дизайн. Фуд дизайн. Все, отправляю рыбу в духовку. Так, хорошо. 12 минут, 180 градусов. 180-12 минут, быстро все. Ну да, рыба, она готовится очень быстро. Да. Тем она и удобнее. А мы пока что делаем? Вот. Ты нарезала помидоры? Что это такое? Мне попросили буквально... Вот так вот, да? Да, половину, половинки помидоров. Да, это у нас пойдет... О, Диан, вы можете... Самое сложное задание. Ау. Наверное, давайте еще вот так. А, все хорошо, давай. Это мы делаем вот этот салатик, который будет внутри. Это, да, будет микс салата, который пойдет туда. Да. Угу. Вот, рыба у нас пока стоит, мы можем, в принципе, приготовить наш балканский салат. Давайте. Итак, пока готовится наша рыба, вы помните, 180 градусов, 10-12 минут. 12-13. 12-13 минут. Главное, не передержать. И пока все это стоит в духовке, мы переходим уже ко второму блюду. Мы решили перейти сразу ко второму блюду, пока у нас форель готовится. И это у нас... Будет балканский салат. Новая интерпретация греческого салата. То есть нам понадобится огурец, помидоры черри, обычные помидоры ташкентские наши, так скажем, перец светофор, болгарский сладкий сыр фета, красный лук, лимон, маслины и микс салата. В принципе, все. В основном зелий. Да. Так, Желя, вы... Опять филе? Да, вы будете заниматься перцем. Опять филе? Мне сегодня повезло с филе перцем. Совершенно верно. Берите филе? То же самое, каждый цвет, нет? Да, каждый цвет по одному. Да, только. Нарезать мы будем его... Берем филе. Да, берем филе. Так. Нарезаем как-нибудь, ну, вот... Покрупнее. Красиво, да, вот что-то, вот что-то вот, что-то вот похоже на треугольники, вот такие длинные полоски. Окей? Хорошо. Вот, все. Так, что же мне делать, Паша? Вам нужно будет порезать помидоры черри, вот эти пополам наши, и помидор. И помидор как его? Да. Помидор нужно будет порезать пополам, то есть вот так, и с него еще вырезать три части, вот, то есть не на четвертеньки порезать, а пополам, но с половиной взять три части. А, все поняла. А, хорошо, сейчас сделаю. Я пока займусь огурцами. А, Павел, я хотела поинтересоваться, вот я знаю, вы недавно совершенно жили в Таиланде. Ну да, проживал кое-какое время. И не просто проживали, а что же вы там делали? Работал, да, работал я. Работал я. Работал я, так скажем, поработал... Уже даже не практика, а возглавлял ресторан, да? Да, поработал, так скажем, с тайскими морепродуктами. А, с настоящими морепродуктами свежими. Да, невероятная изобилие продуктов, все очень свежее, просто шикарные вообще морепродукты, я в восторге от этого всего был. Ну классный климат, тепло. Слушай, три месяца на Пхукете пожить, да, здорово. Да, на острове класс, я за три месяца все там объездил. И отдохнуть, и научиться чему-то новому, это, конечно, всегда хорошо. Что делаем дальше? Да, у нас, в принципе, все готово. Так, огурчики интересно порезаны. Это просто огурец и, так скажем, экономочка. У каждой нам хозяйки, в принципе, они разные бывают, у меня вот такая. То есть мы просто делаем слайс, будем закручивать потом трубочки. Ага, это уже сложно, я тебе хочу. В принципе, у нас все готово. Нам бы все порезать, залить оливковым маслом и все. Да, но мы возьмем сегодня растительное, на самом-калакстанское масло, да, мне нужно вот... Сюда немножечко, да? Ага, хорошо. Жемеля, хотела у тебя спросить, а ты помнишь свою первую скрипку? Она у тебя вообще сохранилась до нынешних времен? Ну, первая скрипка... Немножко, грамм 20. Первая скрипка вообще... Да, маленькая. Ребенок идет в школу с 6 сейчас лет, даже с 5 лет. Я пошла с 7 лет в школу, и, естественно, маленькой девочке нужна маленькая скрипка, не может на большой скрипке играть, то есть у нее косточки, ее тело еще не сформировалось, поэтому начинается с восьмушки, потом четвертушка, половинка. Да, есть название, да? Да, половинка, то есть все. Это в школе обычно специализированные у них даже есть специальные скрипки. Даже никогда не предполагала. Ребенок растет вместе со скрипкой. Так, в общем-то. И потом, когда уже приходит определенный возраст... Это заправочка, да, здесь просто растительное масло, соль, перец, лимон на соль, все. Этого будет достаточно. Все, это взбивать надо немножечко. У тебя восьмушка была сначала. Восьмушка, четвертушка... Ну а где она, эта восьмушка? Нет, они дают ее, как правило, на прокат. То есть на какое-то время, пока ребенок вырастет, потом он дорастает на половинке, потом он достигает... Это уже возраст определенного, там, 15-20 лет, там, ну уже все, я не помню в каком возрасте, уже целая скрипка. И все и до сих пор. А как же музей, а как же день открытых дверей Жемели Сергееваевой? Вот на этой скрипке Жемеля вы играли в первый раз, да? Ну, у меня есть инструмент, на котором я уже долгое время играю, который перешел от моего отца, и я играю на этом инструменте разные стили и направления. Джаз, поп-музыка, она очень такая открытая, немецкий мастеровой инструмент. Вот хотела, кстати, дала знать, где берете вы их. Есть итальянский инструмент, но он больше подходит к классическим концертам. И там не нужно утрировать, там немножко техника другая, нежели в поп-направлении. Поп, если ты заметила, я немножко такая более агрессивная, эмоциональная. И этот инструмент хорошо откликается на эту технику. А классические, в основном, это итальянские инструменты. И, конечно, хотелось бы иметь и Амати и Страдивари. Кстати, у Поворот тоже, наверное, есть вот эти определенные ножи, определенные определенных брендов. Ну что, будем смешивать? Они тоже стоят, кстати, очень дорого. В общем, это тоже определенная фишка, да? Да, конечно. Конечно, униформа, ножи, кители и прочее. Даже обувь имеет определенный бренд, который он любит, конечно. Теперь наш микс салата, не будем их врезать, мы их просто закинем маслины. Отлично, обожаю целые маслины. Закинем маслины. Теперь, Джамиля, мне нужны будут ваши перчики. Да, перчики. Да, мы все брать не будем. Мы сейчас, чтобы нам сильно тоже наше блюдо не перегружать, мы возьмем по три, по четыре штучки каждого цвета. Вот так. Так, теперь, Диана, ваши возьмем, возьмем ваши помидорки, да. Шикарно. Сюда же. Картина красивая. Так, и вот этот я возьму, еще чуть-чуть надвижу, Диана. Угу. Вот так попало. Тоже сюда. И вот этот вот тоже мы возьмем и попало. А главное, так быстро, да? Да, он уже готовый салат. Быстро, ловко. Вот, чуть-чуть мы его подперчим, буквально чуть-чуть подсолим, потому что у нас соль есть в заправке. Вот. Выливаем заправочку. И? Классический такой. Классический. А, мы сыр еще не порезали, да, по-моему? Сыр, да, мы сейчас в последнюю очередь порежем его. Угу. Перемешиваем салат. Жемля, ну я знаю, ты недавно ведь в Париже была. Что ты там делала? Правда говорят, увидеть Париж и умереть. И жить дальше. Я очень люблю этот город, очень люблю эту страну. И там был очень красивый такой вечер. Не только одна я летала. Это была и Сауля Рахметова. А, это какое-то было мероприятие, да? И открывалась линия Астана-Париж. То есть мы теперь можем прямым рейсом? Да, прямым рейсом. И в честь этого был очень прекрасный вечер. Обмен как бы культурный, чтобы французы увидели, какая культура нашей страны. Наверное, все французы были уютными. Я играла очень много казахского, очень много национального, европейского тоже. Они там жарят стейки, делают вот такие салаты с лимоном. Все очень быстро, мгновенно все догадались. Но когда я пожарила беляши, там тесто кислое замесили, потом мясо, все этот фарш. Они были в шоке. И они были в шоке, потому что они не привыкли... Ну, есть какие-то кухни, где там они возятся с теста. А вообще редкость. В основном европейцы, они быстро у них это кусток мяса, и все, обед готов. А ну, когда подаются какие-то пирожочки, типа чебуреки или еще что-то, это, конечно, вот такие квадратные глаза у них. Ну да, мы будем формировать наш салат. Давайте будем формировать салат. А Жамиля нам расскажет, чем она нас порадует в будущем. Жамиля, что расскажешь? А ну, сейчас, правда, летний сезон начинается, все уезжают отдыхать. Ты, кстати, уезжаешь отдыхать куда-нибудь? Пока не знаю, знаешь. С моими детишками. Пока не знаю, наверное, куда-нибудь, да. Надо, наверное, покупаться, и поэтому сейчас будет сезон. Волл-инклюзив для детей это здорово, я с тобой согласна. Вот, ну, а когда будет открытие, красивая вот эта вот какая-то такая... Очень красивая, что-то выложила по диагонали. Ветка такая, ветка, надо это запомнить. Жень, ну ты вот, когда едешь отдыхать, когда люди узнают, ой, Жамиля, не просят сыграть, я не знаю, там как-то... Нет, там уже нет, не нужно, там надо уже отдыхать. Я без скрипки. Да, можно и ногти, если что, нарастить хотя бы на две недельки. Вообще, да, отдых не должен превращаться в работу или в что-то похожее. Вот, поэтому... Вот, поэтому и новый сезон, это, наверное, будут классические концерты. Вот, в частности, мы сейчас будем готовиться с концертным оркестром Акима города Алматы под руководством моего папы. Мурата Серкибаева. Будем готовиться к классическому концерту, посвященному Ермеку Серкибаеву. Там будут участвовать очень много наших солистов, артистов, ведущих. Ну, это, скорее всего, будет сентябрь-октябрь. Я тебя обязательно приглашу. Ну, пригласи, пожалуйста. Ты пишешь классическую музыку. Я вот, если честно, люблю классическую музыку. Я вот на кухне готовлю, я слышу Андрея Бачели. О, это супер. Я слушаю, прям, да, я включаю на кухню музыку. Музыкальный повар. Мне прям нравится, да, я получаю удовольствие. Ну, вот, у меня почему-то нет возможности сходить на вот настоящий какой-то концерт. Вот теперь есть такая возможность. Да, я буду очень рад, конечно, попасть когда-нибудь на настоящий концерт. Просто для меня это интересно. Мы просто стоим с Жемилёй и стоим в шоке, поражены, да, восхищаемся. Как обычный греческий салат можно подать. Ты посмотри, балканский. Ну, да, балканский полуостров, это и есть Греция. Просто мы уже устали от слова. Греческий салат, да. И, во-первых, у греческого салата есть классическая нарезка, это кубиком сантиметров на сантиметр. А здесь совсем не так. Здесь абсолютно этого нет. Мне нравится. Сегодня женщины просто наблюдают, отдыхают, говорят, а мужчина готовит. Если честно, да, вот супругу свою, когда я дома, кто-то собирается готовить, да, я не люблю, когда она на кухне, и мне не нравится. Да ты что? Когда женщина готовит. А интересно, когда вы на работе и вечером приходите с работы, она что-то готовит, и вы едите? Она готовит, да. Ну, я ей сразу говорю, не надо вот такого, такое я сам себе приготовлю. А что-то домашнее. Приготовь котлету с гречкой. Да, или пельмени, да, допустим, да? Вы вам видите, товара-то приеду. Простую еду. Конечно, мы же ее очень редко едим, мы ее не видим в ресторане. Я вот у себя на работе нахожусь, я хочу кушать, я говорю, повару, приготовь что-нибудь. Он для меня старается, вот что-то в этом все подает. А ты хочешь просто котлету с гречкой? Да, котлету с гречкой, котлету с гречкой, я не вижу. В принципе, все, наш салат собран и готов. Ой, какая красота. Можно посмотреть. Красиво очень. Балканский салат. Нарезаем овощи произвольно. Готовим заправку для салата. В растительное масло добавляем соль, перец, лимонный сок. Нарезанные ингредиенты и оливки смешиваем с микс салатом, добавляем заправку. Главный секрет балканского салата закрыт в оригинальной красивой подаче. Блюдо готово. Приятного аппетита. Ну вот наш балканский салат уже готов, но мы его не будем сейчас пробовать, пока не подадим рыбу. Что там, кстати, с нашей форелью? Рыба готова. Единственное, буквально две минутки, я сделаю голландский соус, вы мне в этом поможете. Да. И мне нужно будет сливочное масло. У нас есть такое? Отлично. Золотое практически. У любой хозяйки должно быть сливочное масло. Да, наше казахстанское. Конечно же. Так, вот оно, сливочное масло. Что мы с ним делаем, Павел? Я вам сейчас скажу. Так, это у нас делается соус, да? Да. Голландский соус. Голландес. Добавим немножко воды. Первый раз такой соус. Сейчас вы видите. Я тоже делаю голландес. Размешиваем. Теперь нам нужен будет газ. Да, температура большая не нужна. Тут очень такой, так скажем... Мгновенно он. Так скажем, соус сложный в плане... Нужно не пропустить. Да, его нужно на температуре постоянно взбивать. Угу. Немножечко приподнимаем. Да. Теперь чуть-чуть поставим. Теперь возьмем вот этот сотейничек. А правда вспенился, да? Ну, вспенится сразу. Возьмем наш сотейничек. Масло, наверное, надо, да? Да. Сколько тогда? А масло мы возьмем грамм, наверное, 50, я думаю. То есть вот так. И вот так. Растопливаем. Масло нам нужно не просто растопить, а немножко сжечь. Чтобы появилась, да, появилась крупинка такая коричневая. Диан, вы можете так подвигать сотейничек, да, чтобы оно разошлось. Угу. Вот какая красоточка. Да, вообще, так можно делать любую рыбу, абсолютно любую рыбу, хоть какую. Я не знаю, я думаю, что без кольца эта рыба не получится. Или получится, как ты думаешь? Нет, без кольца не получится. Без кольца и без Паши? Без кольца не получится, это уже проверено. У меня повара бывает забывают вставить туда кольцо, рыбу запекут, а потом начинают ее раскрывать, она разваливается. А нет, да. Все, отставим. Вот она уже коричневая становится. Ну, это цвет коричневый. Коричневые крупинки, ну, все, масло сгорело. Это супер. Так. Так, убавим немножко жгоза, чтобы не заварить. Какой сложный, серьезный процесс. Начинаем взбивать. Вот тогда-то ты понимаешь, что кулинария, поварское дело, это действительно искусство. Все, Диан, теперь, ну, вот, нам нужно будет вливать эту тонкость струечкой камни в желточек. Давайте с этой стороны, наверное. Ну-ка я буду этот процесс наблюдать. Да, только тоненько, я вам скажу, стоп. Старайтесь, да, тоненько. Рука при этом немножечко напряжена у Дианы. Тяжелый сотейник, просто я диаметр дал. Достаточно. Завтрак – это начало твоего дня. Будет ли он насыщенным? Полным ярких красок? Пройдут ли гладко все намеченные дела? Или тебя закрутит в будничных заботах? За завтраком все это не важно. Масло «Золотые горы». Вкус и польза – вот что важно. Теперь я возьму лимона. Вот этот даже. Так, вот этот нам пойдет на рыбу, а вот этот я добавлю в сос. Лимонный сок обязательно, чтобы закислить немножко. Так, теперь возьмем вот микс салата, который у нас был. Здесь рукола, лола-рос и лола-бенга. Вот. Перчики, которые резала Джамиля, мы их вот так смешаем. Филешечка наша. Филешечка. Вообще это называется жульен. Жульен. Кстати, многие путают блюдо жульен. Да. Потому что жульен – это форма нарезки, как и рататуй, как и тартар. Блюдо называется кокот. И готовят его в кокотнице. Вот так вот. Да, жульен. И любила его всегда Шанель Коко. Да, жульен – это форма нарезки, то есть вот тонкой соломкой. Чем тоньше она, тем лучше жульен. А, может быть, потому что там грибы тонко нарезаны? Да, там же и курица, смотри, как и человеку. Там же очень тонкой соломкой режут. Вот. То есть все всегда, вот, допустим, когда… Вот это тоже жульен. Вот это тоже жульен. Мелкая соломка. Соломка – это жульен. Мелкий кубик – это тартар. Не соус тартар называется, а мелкий кубик. Рататуй – это круги. Вот, допустим, рататуй, мишель, жара, овощи запеченные. Это вот круги. То есть вот так. Рататуй. Так, теперь нам нужно будет растительное масло. Просто заправим наш микс немного, подсолим, подперчим. Так, сколько? Немножко полейте просто, чтобы мы его заправили. Хватит. Все, кольцо мы убираем. Рыбу, вот, лапу держит. Красиво как? Да. Можно думать, чего-нибудь придумать. Я уже подумала. Да, я перемешиваю наш салат. Какой-нибудь железный стаканчик. Кстати. Вот так вот обрежем краешки, чтобы было посимпатичнее. Поставим рядом. Как красиво. И так скажем, один бок мы польем соусом. А почему, кстати, вот я забыла, что мы глазки вынули? Глаза, жабры – это все дает неприятный запах и неприятный вкус. Вот, оказывается, в чем секрет. Жабры и глаза – это, ну, я вообще не люблю это. Вычищать надо все. Теперь немножко поливаем сбоку нашу рыбу на один бок, потому что, может быть, соус, ну, допустим, не всем этот понравится на самом деле, чтобы всю рыбу не пропитывать. Да, один бок мы поливаем. Просто можно будет сделать капельку сюда, капельку сюда. Вот так. Вот так. Смотри, шедеврально. Запеченная форель. Начинаем мариновать предварительно разделанную рыбу. Добавляем перец, соль, рыбную приправу и поливаем растительным маслом. Далее нам потребуется специальное кулинарное кольцо. Его также смазываем маслом и помещаем в центр рыбы. Отправляем форель в духовку, разогретую до 180 градусов на 12 минут. Готовим голландский соус. Отделяем белки от желтков. К желткам добавляем соль и перец, небольшое количество воды. Взбиваем на небольшом огне. В сотейнике растапливаем сливочное масло до образования коричневых крупиц. После добавляем масло к желткам, постоянно помешивая. И несколько капель лимона. Тонко нарезанный болгарский перец, красный лук и помидоры черри смешиваем с микс-салатом. И фаршируем этими ингредиентами готовую форель. Подаем соусом. Приятного аппетита! Ну и, конечно же, мы не можем не попробовать эти шедевры кулинарные. Давайте приступим. Давайте. С чего начнем? С салата? Нет, я думаю, давайте с рыбки. С рыбки. Потому что она у нас горячее блюдо. Обычно вот такого формата блюда кушают именно так. Отрезают вот именно. Вот это филе. Это филе, да, отрезают. Аромат потрясающий. Я на всякий случай возьму тарелочки, Жмеля, то, может быть, неудобно будет. Можете? Мне вот салатика можно? Салатика. Красивого. С филе, которое так искусно нарезала Жмеля. Спасибо. Так, пробуем, что же у нас получилось. Как говорят иностранцы, варитести. Да, варитести. Бон аппетит. Бон аппетит. Да. Ммм, какая нежная форель. Вы пробуете салат? Да. Балканский салат. Вот такой он. Ну, здесь, опять же, в балканском ничего необычного. Вся прелесть это в подаче. Эстетика? Да. Прежде всего. Еду должно хотеться, прежде чем ее начать кушать. Очень простой, здоровый, вкусный салат. Такое сочетание простых продуктов. Павел, спасибо, мы сегодня очень многое узнали с Дианой. Я рад. Да. И про кольцо, и про шикарный соус. И мы думаем, я думаю, что мы будем удивлять своих близких и родных. При крупных неприятностях Оскар Уайль отказывал себе во всем, кроме еды. Кроме еды. И мы его понимаем. Как тут при таком вкуснейшем изобилии отказать себе? Ну, я думаю, что сегодня и вы в этом убедились лишний раз. Павел, спасибо тебе, что ты в который раз уже делишься секретами, гастрономическими знаниями. И мы, в свою очередь, не оставляем тебя без подарка, как всегда. Класс. И дарим вот эту замечательную корзину с продукцией нашего генерального партнера. Спасибо большое. И в Разинфудс Корпорейшн с брендами «Три желания», «Золотые горы» и «Шедевр». Жемеля, дорогая наша гостья, и тебя мы без подарка, конечно же, не оставим. И мне тоже всего лишь за филе перца. Всего лишь за филе перца. Я уверена, что эти продукты от нашего партнера найдут на твоей кухне лучшее достойное применение. Друзья, настала пора прощаться. Смотрите шоу «Магия кухни» на телеканале Хабар. Приятного вам аппетита! Смотрите шоу «Магия кухни». Смотрите шоу «Магия кухни».